Здравствуйте! Китайская Evergrande Group, некогда второй по величине девелопер недвижимости в стране, подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Об этом сообщает C&N. Фирма взяла крупные займы и объявила дефолт по своим долгам в 2021 году, что вызвало масштабный имущественный кризис в экономике Китая, последствия которого продолжают ощущаться. Сектор недвижимости Китая долгое время рассматривался как жизненно важный двигатель роста второй по величине экономики мира и на его долю приходилось до 30 процентов ВВП страны. Но дефолт Evergrande году вызвал шоковую волну на рынках недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе страны в целом. Дефолт компании произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков, попытки обуздать растущие цены на жилье. Evergrande подала заявление о защите от банкротства по главе 15, которое позволяет американскому суду по делам о банкротстве вмешиваться, когда дело о несостоятельности касается другой страны. Она призвана способствовать развитию сотрудничества между судами США, должниками и судами других стран, участвующими в трансграничных процедурах банкротства.